МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Пожалуйста, мне всегда очень интересно, каково понятие счастья для художника, вот для вас. Что такое счастливый художник? – Ну, счастливый художник, прежде всего, он человек неуспешный в плане финансового, но с возможностью самореализации, как художник. – А почему финансовая такая вот составляющая? – Потому что это отходит на второй, на десятый план. Если он не занимается финансовой составляющей художника, он превратится в ремесленника. То есть такие основы, постулаты, которые не… – То есть потеряется та самая нитка творчества, та самая нитка самовыражения, да? – Да, да. – Вот это вот та самая изюминка, которая отличает художника. – Он должен это подвигать вообще на второй план. Финансовые вопросы какие-то, но неудобства, какой-то некомфорт. Художник пишет, бывает удобных позов, стоя на одной ноге, понимаешь, и тем, чем стесненнее у него вокруг как бы обстоятельства, тем лучше произведение. Тоже заклон такой негласный, но он существует. – То есть, получается, правда говорят, что художник должен быть голодным? – Ну, отчасти да, но это образное выражение, да. – Ну, понятно, что он не должен голодать. – По-моему, в лицо не скажешь, что голодают. – А скажите, вот, а вообще вот желание взять кисть, подойти к холсту, оно когда возникло, вот уже осознанно? Не в детском возрасте, когда мы рисуем, вот, какие-то каракули, нам всем нравится рисовать? – Ну, вот если так брать из глубины, вообще, почему я стал заниматься и живописи, и творчества, потому что я помню эти моменты, когда деревянный череповец, деревянные дома еще на улице Кравченко, у моей бабушки в Шереме, был, присутствовал там, гулял вечерами, все выходные проводил, и меня в Шереме очаровывали последние лучи солнца на освещенном там сарае, где-то в кусте, я так садился и просто смотрел, наблюдал. Это состояние всегда вечернее идет, в течение 15 минут все так, кашнет, тухнет, но это очень ярко и очень так, ну, впечатлило меня. Я начал пробовать рисовать, вот именно это состояние, оно коснулось души. – Ну, вот смотрите, ну, вы тогда были молодой, юной, можно было бы взять, в принципе, фотоаппарат-смену, и сделать фотку, и остановить мгновение, вот оно прекрасно, раз, быстро, а вы пошли по трудному пути. – Нет, захотелось сделать именно самому, я знал, что есть уже, тогда в то время снимали на слайды, на ЦИСНО, и очень качественно наблюли фотографии. У друзей своих наблюдал, как они занимались этой фотосъемкой. Потом были проекты специально, красивые, я хотел это именно нарисовать. – Ну, получается, что художественного образования на тот момент у вас не было. – Ну, я учил себя в художественной школе, может быть, да, начинал. Но вот, понимаете, на формирование художника оказывает больше среда, в которой он растет. И если бы я вырос в каменных джунглях, я бы, может, был каким-нибудь модерновым художником, понимаете? – Каким-нибудь урбанистом. – Урбанистом, да. Ну, здесь вот есть некоторые элементы этого соцреализма на заводах, на картинках. – Всегда интересно, почему художники любят рисовать на воде? – Завод? Завод любит рисовать можно все, что легло на душу. Почему именно завод? Потому что впечатление. Впервые я увидел, то есть меня завораживал, и спрашивал, подумал я, что я не нормальный, спрашивал людей, соседей, действительно это хорошо или нет. Когда поезжаешь мимо завода, допустим, азотки, тем маршрутом, и эти огоньки в судорках начинают сгореть. Завод всех завораживает. – Что-то такое фантастическое. – Все получают впечатление, да. – А когда ты оказываешься уже в самой среде завода, это вообще здорово. Завод свой дух – это все шипение, скрипение. – Все надо передать вот это шипение. – Ну, стоишь там, действительно, ты стоишь, заходишь, страшно. И тебе сначала страшно, потом думаешь, как это грандиозно. И потом голову вверх поднимаешь, там фонари, тучи, там все. Ну, конечно, это вот громоздье. Любой художник пишет свое впечатление, он увидел, пришел в восторг от пейзажа, и самое главное – передать это первое ощущение на палатне. Вот не потерять его, не растерять, пока он его пишет. Есть очень много методов в живописных подходах, да. Есть такой скоростной, есть медленный, рассудительный, есть что-то пишет от пятна. Я пишу именно этот минутный за 15 минут схватить это ощущение, впечатление, которое я получил это видимо. – За 15 минут? – Да, на любом формате. Вот схватить суть, взять широкую кисть, почти флейт, и… – Удивительно. – Ну, когда ты схватил суть, ты можешь, конечно, стоять 2 часа, 3 часа, но самое, что интересно в этом процессе – это вот на открытом воздухе, на планере, это еще как-то здесь добавить, прибавить, здесь поправить. Это все проходит. Но когда приходишь в мастерскую, и начинаешь править и сочинять что-то там, то работа гаснет, тухнет на глазах просто. – То есть вообще нельзя там… – Я не люблю работать в мастерской, никто тут продолжает. Я могу поправить где-то рисунок, где-то вот в работе что-то, так нельзя просто. Но продолжать или переписывать работу, или что-то там глобально перестроить – нет. – Один наш общий знакомый, Антон Иоганн, он мне как-то сказал очень интересную фразу. «Картину никогда нельзя закончить, ее можно слегка приостановить». То есть он иногда достает там свои какие-то картины из запасников, и вот пока тот мне рассказывает, он так раз кисточкой что-то тут подправил немножечко. Я говорю, что это бесконечный процесс? Он говорит, бесконечный. То есть у вас не так? – Нет, там другие, другой подход. Художники не должны быть одинаковы, они и как люди разные. И в творчестве, конечно, тоже, и в подскуду к живописи тоже. – Ну вот смотрите, получается, что вы практически с выезда на Клинертон, на Чуды, да, вы привозите уже готовые работы? – В общем, да. Натурная, большая работа. И как бы стараюсь закончить ее именно на пленере, чтобы уже была властная. Ну, не 100%, а хотя бы процентов 80. Вот это суть передана, вот это настроение. Самое главное для меня впечатление и энергии, которые получают, выходя на все, на пленере. Но тот же завод, это же энергия. Вот эту энергию надо отобразить. А когда ты начинаешь ее отображать тоненькой кисточкой, поправляя рисунок фонарика, то получается это уже сочинение. Вот нет этой экспрессии. – Но тем не менее, я смотрю, вот у вас работы, они не то, что там вот прям вот широкой кистью вот так вот, смелыми мазками, как говорится, а ты там сидишь, сам додумывая. Они очень реалистичны, они достаточно, есть моменты тонко выписанные. Это, я не знаю, как это на пленере, если это, допустим, будет зима, прямо вот передо мной картина стоит. Ну, сколько же ее можно писать? Там же руки замерзнут. И краски, и краски! – Почему-то на морозе, на морозе меня меньше поспокует мороз, чем жара. Вот если так. На юге я намного сложнее мне писать, если с яркой солнечной день, нет тени, это просто не разумно. – Ну, там может… – Мороз минус 32 градуса не пугает совсем. Хорошая экипировка. А с холода укрыться можно, от жаря нет. – Ну, в перчатках тоже ведь не будешь писать. – Ну, мудрим придут. – А краски за пазуху? – Да, за пазуху, как обычно это, цинковые, иначе они каменькие, все же таким каменным становятся. – Ну, вот тогда хочу спросить у вас, вот скажите, вы говорите о том, что вы практически на 80% работу делаете на пленэре. Для того, чтобы сделать вот прям вот быстро, качественно и поймать то самое настроение, все равно надо очень хорошее мастерство, умение владеть всеми техниками, чтобы это сделать вот действительно так, сразу, на чистовик. Сколько времени вам потребовалось на то, чтобы выстроить свою вот эту вот систему, свою манеру написания картины? – Вот, наверное, и складывается, но я именно таким образом, что ты придумаешь какие-то свои ходы ровно настолько, насколько тебе позволяет твое знание рисунка, там, композиции, насколько ты в это дело посвящен. – А как вы в него посвящались? Как вы в него погружались? – Это только опыт и только время. Собственно, опыт. Графика, которая происходит с листвами карандашей, угля, там, это одна графика. А графика, которая, рисунок, который требует от тебя краски, там уже идет связь технологии в плане того, какой густоты краска нужна, чтобы вести этот рисунок. Как положить, где-то замазать, где-то прикасить, чтобы у тебя вылепилась форма. – Вот сколько времени? – И это надо ловить и иметь, вот именно быстро делать. – Вот, я у вас и хочу уточнить, а сколько же времени вот вы потратили на то, чтобы достичь этого самого мастерства, чтобы можно было бы вот так вот приехать в Пленэр, вот, практически готовые полотно везти оттуда? Или выйти с Мольберга? – Ну, раньше работы были более такие общие. Наверное, так я не заходил в детали. Все постепенно и развивается. Сколько времени выразить в десятилетиях, или как это, скажем так? – Художник учится каждый день? – Да, и художник учится всегда еще посмотреть у кого-то. Выходит на выставки, работает на совместных Пленэрах с другими художниками. Это очень хорошая, как бы, почва для роста. – Вы знаете, мне очень интересно тоже смотреть. Вот все поехали там, поехал там, 5-6 художников поехали на один Пленэр. Поставили Мольберты в одном и том же месте. Картины у всех разные. Художники видят по-другому. – Это есть индивидуальность, да. Один еще закомплинует по-разному, так что ты места можешь вообще не узнать с этих лоракурсов. – Это разные подходы. – Каждый развивается, мы всех друг к другу смотрим, что-то для себя берем на вооружение, да, или как-то вот… А вот он поступает так, он работает с этим вот так. Может быть, мне стоит там пересмотреть вот этот. Надо раз попробовать. Что-то пошло, что-то нет, не появилось. И они так же ходят. – То есть это такая живая школа получается? – И чем, да, и чем большой коллектив на Пленэре не очень хорошо, человек пять, так самое приемлемо. Двадцать пять – это уже, это уже тяжело. – А вот такой компанией пять-семь человек. И неплохо, когда приезжают какие-то другие совсем незнакомые. Ты смотришь, как они там, они пишут. Очень полезные здесь для себя считаю. Приезжали там московские художники, как раз на Пленэр художники «За Москву речь» был организован на заводе «Фосагра», сейчас называется по-другому, объединение, уже не помню как, как, ну, нашим заводом. Вот пять художников было, пять или семь. – Вы потом смотрели, обменивали, впечатлили? – Среди них Соломин был заслужен художник России, академия. Были молодые ребята. – То есть есть чему посмотреть, есть о чем поговорить? – Конечно, да. – А вот смотрите, тоже есть такая вот поговорка – художника может обидеть каждый. – Ну, в плане того, что, ну, мы же все воспринимаем по-разному мир этот. Мы посмотрели на одно дерево, я увидела одно, вы увидели другое, вот наш оператор увидит третье. И картины то же самое. Ваше отношение вот к критике, как вы к мне относитесь? – Вообще к критике. – Да. И критике своего творчества, допустим. – Нет, к критике у меня положение, то есть отношение положительное. – Но есть адекватная критика, а есть неадекватная. – Когда критика? – Адекватная критика звучит от людей, которые авторитетны для меня. – То есть у меня есть какие-то свои, да, и есть неадекватная критика, которая считаю бесполезной. – Григорий, спасибо огромное, я желаю вам, наверное, ну, во-первых, вдохновения, пусть не каждый день, но вот эта жажда, когда вы хватаете кисти, этюдник и бежите на натуру, чтобы вот она была такая, чтобы рождались, действительно было впечатление острое, яркое, которое вы могли бы передать, а мы бы его могли бы воспринять. Спасибо огромное, новых работ, новых выставок. – Вам спасибо. – Ну, а на сегодня у меня все, увидимся ровно через неделю, в следующую среду. Не пропустите вашу встречу с очень интересным человеком. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова